Технологии строительной техники развиваются с каждым днем. Практически ни одно строительство не обходит без помощи тяжелой строительной техники, как, например, укладочного крана. 17 июня в Нур-Султане в торжественной обстановке представителям производственного филиала ТО Темаржол Жундю в ПМС Астана вручили ключи от нового путиукладочного комплекса. Ключи вручали управляющий директор по строительству и новым проектам Камхор Менеджмент Искандир Карцбеков и первый заместитель председателя правления акционерного общества национальной компании Казахстан Темаржола Канат Аль-Магомбетов. В 2021 году компания Темаржол Жундю была разработана и принята к исполнению инвестиционная программа по модернизации и оснащению технического перевооружения техники. С этой программой было закуплено 4 мобильных комплекса САДКОНЕКС, оснащенные комплексом малой механизации для быстрого реагирования при производстве путевых работ, для улучшения условий для наших работников, для увеличения труда в целом. Согласно этой программе в этом году мы стали свидетелями приобретения уже тяжелой путевой техники, серьезной. Это укладочный кран Лука 25-25, грузоподъемностью 25 тонн. Он не имеет аналогов на сегодняшний день, наверное, в Средней Азии. Это кран пятого поколения, который, можно сказать, соответствует сегодняшним вызовам, сегодняшним требованиям. Также мы приобрели три комплекса МПК для перетяжки пакетов ФРШР, который тоже имеет свои преимущества. Может одновременно тянуть четыре пакета. Увеличено усилие барабана. Намотка барабана увеличена до 140 метров. Это дает нам возможность исключить одну платформу из состава поезда, дает экономию в целом в работе и улучшает технологический процесс капитального ремонта пути. Также приобрели 22 платформы УСО. Все это делается для увеличения мощностей компании в целом, для создания дополнительных рабочих мест и улучшения в целом инфраструктуры нашего основного заказчика, как Казахстан Тиморжулы. Это делается благодаря руководству и поддержке управляющей компанией в комфорум-энзимент, который всегда очень внимательно относится к нашей работе и поддерживает нас в целом. Значит, инвестиции сейчас особенно важны. То, что они покупают, купили кран этот «Калуга Реммаши» в НТТ, это российский производитель, он известен давно. И основные его краны, они не только краны, другие машины путевой техники, они используются в Казахстане. И можно сказать, что это перед сегодняшними санкциями, наверное, введенным, это тем более значимо, что они успели купить, заказать в начале года. И подрядчики их не подвели, вовремя поставили этот кран. Знаменательный тем, что этот кран, он превосходит те краны, которые аналогичного поколения. У нас есть краны «Калуга Реммаши», аналогичные, но они грузоподъемностью 18 тонн, это же 25 тонн. То есть сейчас, когда мы используем укладку и переукладку лесоспальной решетки с железобетонными шпалами, она тяжелее, чем деревянные шпалки. Конечно, лучше такой мощный кран, потому что и забирать это звено легшее, и укладывать это в звено тоже. Ну, хочу сказать, что действительно такая техника, она впервые в Казахстане появилась. И самое знаменательное, что она появилась сейчас, когда мы собираемся реализовывать дальше наши вот эти проекты. Это строительство вторых путей, Достык-Маэнты, обхода Алматы. Сейчас вот проект обсуждается, строительство третьего перехода с Китаем, Достык-Актагай, Аягус, вернее, Бахты. То есть вот эта техника, как раз она будет востребована. Ну и, конечно же, капитальный ремонт нашей пути, потому что с высшей 21 тысячи путей в километрах мы каждый год в районе 500-550 километров строим, вернее, ремонтированных капитально, и такая техника очень нужна, чтобы эффективно работать. И ее особенность, вот как сейчас продемонстрировали, она может и в кривых участках ложить. Это очень ценно, потому что та техника, которая сейчас используется, она не может работать, ложить вот эти звенья в кривых. А вот она уже настолько совершенна, что может уже автоматически ложить в кривых участках. И, как вы видели, она демонстрирует, что крановщик жестенько может руководить краном с любого места, не находясь в кабине и не подходя, не находясь в опасной зоне под стрелой крана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok